Всем привет! Восьмидесятые, замечательное было время. Все те, кто считают, что в 80-х музыка кончилась или музыка стала плохой, они не правы, потому что музыка, во-первых, никогда не была плохой, она вообще не останавливается, да и, в общем, и не движется особенно никуда, она существует сама по себе, вне зависимости от того, что написано в календаре. Так вот, 80-е. Замечательную пластинку я достал с полки, неожиданно для себя. Вдруг решил, дай-ка я послушаю этот альбом. Альбом этот стоит послушать и стоит купить, хотя бы ради того, что там поется изумительная фраза. Твой папа, индианка, индийская девушка, где твой папа? Твой папа сражается в войсках Фиделя Кастро на улицах Анголы. Вот после такого бреда, после такого просто Хармсовского какого-то выпада, сразу хочется слушать и не отрываться от этой пластинки. Emotional Rescue The Rolling Stones величайшая рок-группа мира. Ну, это мое мнение, я так думаю. Emotional Rescue. Когда мы услышали песню Indian Girl с моим другом Панкером Игорем Гудковым, мы просто упали. Сели на диваны, на кресло, упали. Сначала вытаращили глаза, потом начали дико хохотать. Индийская девушка, где твой папа? Твой папа сражается в войсках Фиделя Кастро на улицах Анголы. Это супер, это надо же так додуматься до такого. Ну, я не говорил уже о том, что Джаггер тут на арабском скакуне по пустыне, уносит свою любимую в другую песню. Это уже запредельно совсем. Ну, на самом деле, пластинка, кроме вот этой лирики изумительной, она сама по себе очень хорошая по музыке, несмотря на то, что это нелюбимый многими 80-й год. По мнению многих, музыка закончилась, да, и ничего. На самом деле, все только начиналось еще, я могу так сказать. Группа Rolling Stones находилась в тяжелом положении, как всегда, на самом деле, в 80-м году. Вообще, мне кажется так, что нормальная рок-группа для того, чтобы стать великой, для того, чтобы стать грандиозной, должна все время находиться на грани распада. Постоянно. И вот когда она находится на грани распада, у нее получаются самые лучшие записи. Возьмите группу Крим, которая с момента, с момента просто вот соединения трех великих музыкантов тут же стала находиться на грани распада, потому что дело до кровопролития доходило постоянно. Группа Дэху возьмите, музыканты, которые тоже дрались между собой с дикой силой. Ну, про Rolling Stones все понятно. С группой Deep Purple, любимой в нашей стране массами меломанов, тоже все состояло из конфликтов бесконечных, переходящих, так сказать, в расставание, во встречи, снова расставание. До драк там, по-моему, не доходило, но тем не менее. В общем, когда в группе все хорошо, все тихо, мирно, что-то не то. И на музыке это отражается тоже. А вот когда такое вот идет... Юра Каспарян сказал фразу, которая мне очень нравится, что необходимо трение. От трения появляется тепло, а из тепла рождается жизнь. Это относится и к музыке в том числе. Ну, то есть к музыке это не относится. Музыка существует сама по себе, как я уже говорил, а музыканты — это люди, которые транслируют эту музыку так, чтобы она стала слышной для нас с вами. Ну, что же было с The Rolling Stones? Ругались, как всегда, Джаггер с Ричардсом в момент записи и сведения этого альбома Emotional Rescue. Планировалось, что это будет грандиозный альбом, который, если не усилит успех, не упрощит успех Some Girls, пластинки, которая просто была the best и по продажам, и по реакции критиков, и по реакции слушателей, то, во всяком случае, будет не хуже, чем Some Girls. Так и хотели сделать. И в этой связи все время ругались Джаггер и Ричардс, и все остальные тоже, так сказать, втягивались в эту полемику, скажем так. Ну, кроме того, Джаггер хотел уехать в отпуск, ему надоедала все это, вся эта студийная история, а Кит Ричард хотел, наоборот, уехать в тур немедленно. И вот они никак не могли договориться между собой то ли продолжать сведение альбома, микширование и там запись недостающих песен, то ли ехать в тур, то ли ехать в отпуск. Вот в такой обстановке все это творилось. Ричардс предложил несколько своих песен, которые Джаггер отверг, потом одна все-таки осталась здесь, All About You. Самая лирическая песня, самая нежная, как и положено. Ну, так всегда бывает, самый зверский, самый злобный, самый хулиганистый человек всегда пишет самые лирические песни. Это закон жизни. Я уже говорил про гопников, выйдите на улицу. Ну, сейчас, правда, этого нет уже. Это в мое время гопники на лавочках пели песни про любовь. Все время самые душераздирающие, самые трогательные. Ты меня не любишь, а я тебя люблю, хорошая девочка Маша. Вот в таком роде. Но Ричардс ни в коем случае не гопник, но хулиганистый, дрочливый, яростный, злобный, достаточно дядька, поэтому писал все время лирику разнообразную. Ну, в общем, All About You он отстоял. Она завершает этот альбом. Начинается с песни Dance, пластинка, как мы все знаем. Dance планировалась как инструментальный джем, как длинный инструментальный джем, что-то такое, видимо, напоминающее музыкальное развлечение на пластинке Black & Blue, которую, кстати, Ричардс не любит. Не знаю почему, там очень много хороших гитарных историй. Ну, вот они хотели писать этот джем, но Джаггер принес в студию гигантский текст, который он наваял. Ричардс тут же его высмеял, сказал, что ты принес какое-то оперное либретто, а у нас хороший кусок музыкальный, и не надо тут дурака валять петь вот эти вот шекспировские сонеты. Но, тем не менее, шекспировские сонеты были спеты в песне Dance, которая, собственно говоря, Dance, нормальный, заводной такой Dance. В сторону диска опять немножечко уходит. Ну, дисков в прочтении The Rolling Stones. Никакого такого этого евродиска, идиотского, здесь даже близко нет. Это железная рок-н-ролльная, околоблюзовая диско группы The Rolling Stones. Но, тем не менее, Джаггер это все спел. Хода бедно, песня сложилась и получилась хорошей. Как всегда бывает, когда в группе конфликты, скандалы, трения, из которого появляется тепло. Следующая песня Summer Romance. Мне очень нравится. С одной стороны, это как бы панк-рок, как бы панк-рок, но настолько насыщенный гитарными всякими крючками. Это так интересно слушать. Там столько наиграно в ритм-гитарах. По обыкновению тут их то ли три, то ли четыре сыграно. Ну, Ричардс любил все время много гитарных партий записывать. При этом тут Рон Вуд еще не самый последний далеко гитарист, а один из самых, наверное, серьезных вообще в рок-музыке. Ну, в рок-н-ролле будем так говорить. И дико красивая штука, это Summer Romance. Несмотря на то, что, по сути дела, такая простая панковская вещь. Ну, так получилось прозрачно в гитарах. То есть очень громко, очень жирно звучат гитары. Всегда прекрасный звук. Но все так разнесено, все так именно по партиям, я имею в виду, по звуку. Что просто вот можно погружаться в нее и наслаждаться вот этим гитаризмом изумительным. Ну, Send It To Me, произведение, которое критики... Критики, кстати, разнесли в пух и прах этот альбом. Но слушатели, покупатели проголосовали рублем, или долларом, или фунтом. И, в общем, с пластинкой все было хорошо. Она заняла высокие позиции, очень хорошо продавалась и до сих пор продается. Но мне понравилась очень фраза, что Джаггер изобрел невиданный доселе стиль смешения регги и диско. И получилось очень даже неплохо с Send It To Me. Let Me Go, чистый старый The Rolling Stones, только сыгранный уже в 80-м году. Точнее, в 79-м, 79-м-80-м. Такая же рок-н-ролльная ритм-блюзовая основа, темпово, здорово, просто воспоминания о Rolling Stones 70-х. Ну и моя любимая, конечно, Indian Girl, про папу, который воюет в войсках Фиделя Кастро. Изумительная баллада с акустической гитарой. Как это пришло Джаггеру в голову, я не знаю. На второй стороне, Land the Boys Go. Это еще более панк-роковая песня, чем Summer Romance. Вот эти две песни, они, конечно, просто как снаряды вылетают. Настолько здорово. И, опять-таки, кто-то сказал, что можно говорить все, что угодно, но пластинки Some Girls и Emotional Rescue, и несколько следующих, это новый очередной взлет The Rolling Stones. И этот взлет привел к тому, что The Rolling Stones полюбили молодые люди, которые никогда не слышали Rolling Stones 70-х, 60-х. То есть они попали, не то чтобы они попали в новую волну, не то чтобы они попали в модную музыку, они сыграли адекватно времени просто. Потому что темп времени другой, музыка немножко все-таки должна соответствовать темпу времени. И они очень точно все это сделали. Даже, я думаю, что никто ничего не просчитывал. Они так жили, с такой скоростью, с такой кучей проблем, с навороченными совершенно какими-то историями бесконечными. И с личной жизнью, и с общественной жизнью, и со всеми делами. Не говоря уже о том, что Рон Вуд уже на грани нищеты оказался в силу того, что зарабатывал он в несколько раз меньше, чем все остальные члены группы. Потому что еще не вошел официально, не стал официально членом The Rolling Stones, а был на зарплате. А образ жизни вел такой же, как все остальные. Старался не отставать. Ну, остальные это могли себе позволить. А Рон Вуд со своей зарплатой, значит, кое-как все это сначала постигал, сначала догонял, а потом оказалось, что все, деньги кончились и пошли одни долги. После этого он расстроился, стал употреблять еще больше различных препаратов, что привело к тому, что физическое состояние его значительно ухудшилось. И, как он говорил потом, что несколько лет он думал только об одном, чтобы его не выперли из группы в силу физической его слабости. Хотя играл он здесь очень хорошо на этом альбоме, просто блестящий. Ну, вот после When The Boys Go идет песня Down In The Hole. Очень двоякое ощущение от нее, потому что, с одной стороны, это тяжелый блюз, такой с хорошей гитарой. Кит Ричардс там играет соло. Все вроде как-то очень хорошо, но настолько она банальна по гармонии, по мелодии. Она тяжелая, красивая, где-то даже там хитовая, скажем так. Ну, такая банальная, такая неинтересная. То есть, с одной стороны, как бы здорово, а с другой стороны, ну, что тут, чтобы поинтереснее что-нибудь придумать можно было. Ну, поинтереснее пошла дальше заглавная песня Emotional Rescue, которую Джаггер спел так же, как группа Bee Gees. Примерно, таким вот фальцетом, что вызывает оторвь просто. Уровни братьев гиб, он не достиг, а свой зверский голос здесь почему-то оставил в сторону и стал вот этим фальцетом фигачить Emotional Rescue. Но песня интересная, она действительно интересная музыкальная. И этот фальцет неожиданный такой, ну, просто оба, как здорово. Удиви меня, один из принципов искусства, удиви меня, он тут удивил во все. Тем более, что там саксофон очень хорошо играет. И в конце Джаггер переходит на свой этот самый такой, какой-то загробный вуду-голос. И все складывается. She's a Cold по началу, по интро, очень похоже на песню Shattered из Some Girls. Но потом эта похожесть исчезает и начинается нормальный Rolling Stones'овский рок-н-ролл. Ну и All About You, лирическая баллада Кита Ричардса, которую он сам спел прекрасно, попадая в ноты, все хорошо, все гладко, чисто, чинно, благородно. В общем, эта пластинка, не скажу, что она из моих самых любимых, просто по одной причине, что пластинки The Rolling Stones у меня все самые любимые. Я их все люблю, но некоторые песни могу и покритиковать. А как же без этого? Почему не покритиковать? Обложка отвратительная, на мой взгляд. Это вот эти вот самые термоснимки. Температура тела, ну вы знаете, да, фиксируется на пленке. Обложку тоже разнесли в пух и прах. Все критики сказали, что это за дерьмо такое. Это не обложка, такую пластинку никто покупать не будет, но тем не менее, прекрасно ее покупали, все с ней хорошо и по музыке она очень свежая. Вот что в ней есть, так это свежесть. Свежесть и какая-то, даже какая-то молодость, несмотря на то, что люди вполне взрослые. В общем, альбом очень хороший, очень, я повторюсь, свежий, бодрый и современный. До сих пор слушается абсолютно современно, как будто просто вот позавчера где-то его записали. Emotional Rescue, The Rolling Stones, 1980 год. Я пошел пить. Хе-хе, пока. Хе-хе, пока.